Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы будем отвечать на вопрос, о чём думает женщина. На лекции чтения мы будем отвечать на вопрос, о чём говорится в тексте. И также ещё будут другие вопросы. 22. 22. В Тексте Мы должны ответить на вопрос о чем думает женщина. Давайте для этого переведем диалог на русский язык. В нашем районе тоже появилась велосипедная дорожка. По дороге каждый раз, когда ездишь на велосипеде, было опасно, теперь хорошо. Получается такое предложение. Как хорошо, а то было опасно каждый раз, когда по дороге ездили на велосипеде. 그런데, но, 신문에서 보니까, посмотрев газету, 자전거 도로에서도 на велосипедной дорожке тоже 사고가 많이 나는 것 같아요, кажется, много аварий. 그래요, да? 그렇지만, но, 자전거 도로가 생겨서, так как появилась велосипедная дорожка, 안전하게 탈수 있을 것 같아요. Кажется, будет намного безопаснее ездить на велосипеде. Итак, чтобы узнать, о чем думает женщина, давайте сначала определим ключевые слова. Для этого нужно обратить внимание на предложение, которое она говорила. Итак, 자전거 를 탈 때 마다 위엄 헨는데 탈 때 он 네요. Каждый раз было опасно, когда ездили на велосипеде, и теперь это хорошо. то есть хорошо, что появилась велосипедная дорожка. Другое ключевое выражение будет 자전거 도로가 생겨서 더 안전. Так как появилась велосипедная дорожка, то будет намного безопаснее. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. 동네에서 자전거를 타면 안 됩니다. В районе нельзя ездить на велосипеде. Номер два. 많은 사람들이 자전거를 타야 합니다. Многие должны ездить на велосипедах. Номер три. 안전한 자전거 도로가 생겨서 좋습니다. Хорошо, что появилась безопасная велосипедная дорожка. Номер четыре. 자전거 도로에서도 사고가 날 수 있습니다. На велосипедной дорожке могут быть аварии. Итак, ключевые слова были, что раньше было опасно ездить на велосипеде, а теперь хорошо, что появилась велосипедная дорожка. 정답. Поэтому ответ правильный номер три. 안전한 자전거 도로가 생겨서 좋습니다. 23번. 네. 저는 책상 정리나 서류 정리를 한 번에 모아서 해요. 그러면 시간이 오래 걸리지 않아요? 시간이 날 때마다 나눠서 하면 더 빨리 할 수 있을 것 같은데요. 그렇게 하면 정리를 자주 해야 하니까 저는 더 힘든 것 같아요. Давайте переведем диалог на русский язык. 김대리님, Mr. Kim, 지금까지 정리를 하고 계시는 거예요? Вы до сих пор все убираетесь? 네, да. 저는 책상 정리나, я когда убираюсь на столе, 서류 정리를 или документы 한 번에 모아서 해요. Я убираюсь за один раз. То есть, я когда убираюсь, то сразу убираю из стол и разбираю документы. 그러면 시간이 오래 걸리지 않아요? Но разве это недолго? 시간이 날 때마다 나눠서 하면 разбив на несколько раз, когда будет время, то 빨리 할 수 있을 것 같아요. кажется, можно это сделать быстрее. получается, кажется, будет быстрее, разбив на несколько раз, тогда, когда будет время. 그렇게 하면, если так убираться, 정리를 자주 해야 하니까, то нужно часто убираться. 저는 더 힘든 거 같아요. тогда мне будет это сложнее или труднее. Итак, о чем же думает женщина? Давайте выделим ключевые слова из ее фраз. 지금까지 정리? До сих пор убираетесь? 시간 오래 걸리지 않아요? Разве это недолго? 시간이 날 때마다. каждый раз, когда появляется время, 하면, если так делать, то есть убираться, то 빨리 할 수 있을, то можно быстрее убраться. Теперь давайте посмотрим на варианты ответов. Номер один. 정리를 자주 하면, 힘ит им니다. Тяжело убираться часто. Номер два. 일을 빨리 하려면, 정리를 해야 합니다. Чтобы быстрее работать, нужно убираться. Номер три. 시간이 있을 때마다, 정리하는 게 좋습니다. Лучше убираться каждый раз, как появляется время. Номер четыре. 정리 할 때는 책상 정리를 먼저 해야 합니다. При уборке нужно сначала убираться на столе. Итак, по ключевым словам мы знаем, что женщина удивилась, что мужчина до сих пор убирается, что это занимает очень долгое время, и ей кажется, что лучше или быстрее убираться каждый раз, когда будет время. 정답. поэтому правильный ответ номер три. 시간이 있을 때마다, 정리하는 게 좋습니다. 24번. уже много. Сан 위에서 보는 경치가 더 예쁜데. 한번 가봐요. 공기도 더 좋고요. Давайте переведем диалог на русский язык. 여기도 경치가 좋은데요. Здесь пейзаж красивый и хорошо. 여기서 조금 쉬고 그냥 내려가면 어때요? Может быть, мы здесь немного отдохнем и пойдем вниз? 벌써요? уже? 산 위에서 보는 경치가 наверху горы пейзаж 더 예쁜데 еще красивее 한 번 가봐요. Давайте попробуем дойти. 공기도 더 좋고요. 이 воздух тоже намного лучше. 산 위까지 가면 좋겠지만 처음 힘들었어요. 산 위까지 가면 дойти до верху горы 좋겠지만 хорошо. 처음 힘들었어요, но тяжело. 내려가면서 구경하는 것도 나쁘지 않을 것 같은데요? 나쁘지 않을 것 같은데요. Кажется неплохо, что? 내려가면서 구경하는 것도. Кажется неплохо идти вниз и смотреть. Получается, кажется, посмотреть вокруг по пути вниз тоже неплохо. Итак, чтобы ответить на задание, о чем думает женщина, давайте выделим ключевые слова, и как раз они будут из ее диалога. 산에 오니까 좋네요, как хорошо в горах. 산 위까지 가려면 조금 더 가야해요. Чтобы пойти на верхушку горы, нужно еще немного пройти. 산 위, наверху горы. 경치 더 예쁜데. пейзаж еще красивее. 가봐요. пойдемте. 공기도 적고요. И воздух намного лучше. А теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. Когда тяжело, хорошо отдыхать в горах. Номер два. 산에 가면 산 위까지 올라가야합니다. Если пошел в горы, то нужно дойти до верха горы. Номер три. 예쁜 경치를 보려면 산에 가야합니다. Чтобы посмотреть на красивый пейзаж, нужно пойти на гору. Номер четыре. 내려가면서 경치를 구경하는 곳이 좋습니다. Хорошо посмотреть пейзаж на пути вниз с горы. Итак, по ключевым словам мы знаем, что женщине нравится, что они пришли в горы, и она хочет пройти на верхушку горы. 정답. Поэтому правильный ответ номер два. 산에 가면 산 위까지 올라가야합니다. 산 위까지 올라가야합니다. В этом диалоге нам встретилась такая грамматика. 한 번. Один раз. куда? Попробуем. Это переводится как давайте попробуем. Например, давайте поедем на море. море будет пада-ка. Поедем када. Получается пада-ка 한 번 капаю. Давайте поедем на море. Либо давайте соберемся на море. Давайте попробуем поехать на море. В этом задании нужно прочитать текст и выбрать правильный ответ, который подходит по смыслу с текстом. Для этого давайте переведем на русский язык. 우리 언니는, моя старшая сестра, 시골 학교에서, в деревенской школе, 학생들을 가르칩니다. Учит детей. Моя старшая сестра учит детей в деревенской школе. 이번 주말에, на эти выходные, 언니가, моя старшая сестра, тебе ойком니다, приедет домой. 빨리 주말에 오면 좋겠습니다. Было бы хорошо, если бы быстрее наступили выходные. Чтобы выбрать правильный ответ, давайте выделим ключевые слова. 언니, старшая сестра, 시골 학교에서, 가르칩니다. Учит в деревенской школе. 이번 주말에, на эти выходные, тебе ойком니다, приедет домой. 빨리 주말에 오면 좋겠습니다. Было бы хорошо, если бы быстрее наступили выходные. Итак, чтобы выбрать правильный ответ, давайте посмотрим на четыре данных варианта. Номер один. 저는 시골에서 살고 싶습니다. Я хочу жить в деревне. Номер два. 저는 언니를 빨리 보고 싶습니다. Я хочу быстрее увидеть старшую сестру. Номер три. 저는 주말에 тебе 가고 싶습니다. Я на выходные хочу поехать домой. Номер четыре. 저는 언니 학교에서 공부하고 싶습니다. Я хочу учиться в школе, где работает старшая сестра. По нашим ключевым словам, мы знаем, что сестра, работая в деревенской школе, приезжает домой, и этому человеку хотелось, чтобы быстрее наступили выходные. То есть, человек хочет увидеть сестру. 정답. Поэтому правильный ответ номер два. 저는 언니를 빨리 보고 싶습니다. Давайте переведем на русский язык. 일이 재미없으면, если работа неинтересна, 그 일을 오래 하기 힘듭니다. 또 на такой работе долго работать тяжело. 그래서, поэтому, 저는, я, 재미있는 일을 찾고 있습니다. Ищу интересную работу. 시간이 많이 걸리겠지만, хоть это и займет время, 즐겁게 할 수 있는 일을 찾을 겁니다. Я найду работу, где можно работать с радостью. Прежде чем ответить на задание, давайте выберем ключевые слова. 일이 재미없으면, если работа неинтересна. 오래 하기 힘듭니다. То тяжело долго работать. 재미있는 일을 찾고 있습니다. Ищу интересную работу. 즐겁게 할 수 있는 일을 찾을 겁니다. Я найду работу, где можно работать с радостью. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. 저는 일이 많이 할 겁니다. Я буду много работать. Номер два. 저는 일을 빨리 찾고 싶습니다. Я хочу быстро найти работу. Номер три. 저는 지금 일을 시작할 겁니다. Я сейчас начну работать. Номер четыре. 저는 재미있는 일을 하고 싶습니다. Я хочу работать на интересной работе. Итак, по ключевым словам мы знаем, что этот человек ищет интересную работу. 정답. Значит, правильный ответ номер четыре. 저는 재미있는 일을 하고 싶습니다. Давайте переведем на русский язык. 저는 아침에 일어나서, я проснувшись утром, ради오를 켜고 음악을 듣습니다. включаю радио и слушаю музыку. 음악을 들으면, если слушать музыку, 기분이 좋습니다. Да, поднимается настроение или у меня хорошее настроение. 그래서, поэтому, 정서 할 때 나, либо когда я убираюсь, 공부 할 때, либо когда учусь, умаг을 찾습니다. Я часто слушаю музыку. Ключевые слова этого текста. 아침에 일어나서, проснувшись утром, умаг을 듣습니다. слушаю музыку. И тогда, 기분이 좋습니다. хорошее настроение или поднимается настроение. 정서 할 때 나, 공부 할 때, когда я либо убираюсь, либо учусь, 듣습니다. слушаю. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. 저는 청소하는 곳을 좋아합니다. Я люблю убираться. Номер два. 저는 음악 듣는 곳을 즐겁습니다. Мне радостно слушать музыку. Номер три. 저는 음악 공부를 하고 싶습니다. Я хочу учиться музыке. Номер четыре. 저는 아침에 라디오를 듣고 싶습니다. Я утром хочу слушать 라디오. По ключевым словам мы знаем, что этот человек, проснувшись, включает музыку. Почему? Потому что становится хорошим настроением. И поэтому он слушает или она слушает музыку, когда либо учится, либо убирается. Получается, этот человек ему радостно. Ему хорошо, когда он слушает музыку. 정답. Поэтому ответ номер два. 저는 음악 듣는 곳이 즐겁습니다. Давайте переведем текст на русский язык. 눈은 한 번 나쁘지면 다시 좋아지기 힘듭니다. Сложно улучшить зрение, если оно один раз уже стало хуже. 그래서, поэтому, 눈이 나쁘지기 전에 눈 건강을 지켜야 합니다. Нужно следить за здоровьем глаз до того, как зрение станет хуже. 눈에 좋은 음식을 기역. Для здоровья глаз 기역. 눈 운동을 하면, 눈 건강에 좋습니다. Для здоровья глаз хорошо 기역. полезную еду для глаз. Делать упражнения для глаз. 그리고 이, 멀리 있는 산이나 나무를 보는 것도 좋습니다. И также хорошо смотреть на 멀리 있는 산, на далеко находящийся горы, 나무 или деревья. 하지만, но, 눈이 피곤할 때는, когда глаза устали, 눈을 감고 쉬는 것이 제일 좋습니다. Да, лучше всего закрыть их и отдыхать. В этом задании нам нужно вместо 기역 ставить правильное слово по смыслу. Давайте посмотрим на предложение. 눈에 좋은 음식을 기역. 눈 운동을 하면, 눈 건강에 좋습니다. Итак, теперь давайте посмотрим на четыре возможных варианта. Итак, для здоровья глаз хорошо есть. Полезную еду для глаз. Дальше мы ставим но или но, либо есть. Нам по смыслу подходит или, или делать упражнения для глаз. 정답. Правильный ответ будет номер два. 먹거나. И получается такое предложение. 눈에 좋은 음식을 먹거나, 눈 운동을 하면, 눈 건강에 좋습니다. Да, для здоровья глаз хорошо есть. Полезную еду для глаз. Или делать упражнения для глаз. В этом задании нам нужно найти правильный ответ, который подходит по смыслу к тексту. Давайте для этого выделим ключевые слова. 눈 건강에 좋습니다. Нужно следить за здоровьем глаз. 눈에 좋은 음식. Для глаз хорошую еду. 눈 운동. Упражнения для глаз. 멀리 있는 산. Далеко смотреть на горы, или на горы, которые далеко находятся. Наму. А также дерево. понын го дучу сымнида. 눈이 피곤할 때. Когда глаза устали. 감ку시는 го чусымнида. Лучше всего их закрыть и отдохнуть. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Вопрос такой, о чем говорится в тексте. Номер один. 눈에 좋은 음식. Полезная еда для глаз. Номер два. 눈이 나쁜는 이유. Причина, по которой портится зрение. Номер три. 눈 운동을 하는 시간. Время для упражнения глаз. Номер четыре. 눈 건강에 좋습니다. Как сохранить здоровыми глаза. Итак, по ключевым словам мы знаем, что текст идет о здоровье глаз. Чтобы были глаза здоровые, чтобы было хорошее зрение, нужно есть полезную еду. делать упражнения, смотреть на горы или на дерево, которые далеко находятся. А если глаза устали, то их закрыть и отдохнуть. Значит, это метод или как сохранить хорошее зрение или здоровье глаз. 정답. Значит, правильный ответ номер четыре. 눈 건강을 지키는 방법. Давайте переведем на русский язык. Итак, тема. Уважаемые студенты, здравствуйте. 학생 여러분, уважаемые студенты. Спасибо за подачу заявок на «Вместе с традиционной культурой». Видимо, это какой-то праздник или фестиваль, который называется «Вместе с традиционной культурой». «Вместе с традиционной культурой» будет на этой неделе в пятницу с 10 до 12 часов. Тэквондору 신청한 학생은 Те студенты, которые подали заявку на тэквондо, 운동화를 신고 체육관으로 오시기 바랍니다. Просим прийти в кроссовках в спортзал. Чонтон 차 만들기를 신청한 학생은 Тех студентов, которые подали заявки на приготовление традиционного чая, 학생관으로 오십시오. Просим прийти в здание для студентов. 모든 신청자는 30분 전에 와서 준비해 주시기 바랍니다. Всех, кто подал заявки, просим прийти за 30 минут и приготовиться. 그럼 금요레 пепкесим니다. Увидимся в пятницу. 한국대학교 학생회 Студенческий совет Университет Хангук Нам нужно ответить на вопрос, почему был написан этот имейл. Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер один. Чонтонг буднуа хамкеагирэй согярёку Чтобы представить фестиваль или праздник вместе с традиционной культурой. Номер два. Чонтонг буднуа хамкеаги синчон чарэль хагинарёку Чтобы проверить тех, кто подал заявки на «Вместе с традиционной культурой». Номер три. Чонтонг буднуа хамкеаги синчон памбобэль аллёчурёку Чтобы дать знать, как подать заявку на фестиваль вместе с традиционной культурой. Номер четыре. Чонтонг буднуа хамкеаги синчон памбобэль аллёчурёку Чтобы информировать о часах и местопроведении фестиваля вместе с традиционной культурой. Итак, из имейла мы знаем, что приглашаются студенты на фестиваль. И также объясняется, те, кто подал заявки на тэквондо, просят прийти в кроссовках. Те, кто подали заявки на приготовление традиционного чая, просят прийти в студенческое здание и просят прийти за 30 минут. То есть в этом имейле информируют о часах и куда нужно прийти. Чонгдаб. Поэтому правильный ответ номер четыре. Чонтонг буднуа хамкеаги сигангуа чангсорэль аннарёку В этом задании нужно выбрать правильный ответ, который подходит по смыслу с текстом. Номер один. Синчонгчанэн боду унтонгварээссинэйамнита Все, кто подал заявку, должны одеть кроссовки. Это не так. Кроссовки должны одеть только те студенты, которые подали заявку на тэквондо. Номер два. Синчонгчанэн аупсипанкадзи боягамнита Все, кто подал заявку, должен прийти до 9.30. Это так, потому что фестиваль начинается в 10, но в имейле просили прийти за 30 минут до начала. Это как раз и будет 9.30. Но давайте посмотрим на остальные ответы. Номер три. Синчонгчанэн кымёй кацы чёнтугчарэсعمнита Все, кто подал заявку, должны приготовить традиционный чай до пятницы. Это тоже неверно. Номер четыре. Синчонгчанэн кеёкранэй Боингуэй, 학сэйвэйганэру калькомнита Все, кто подал заявку, после того, как соберутся в спортзале, пойдут в здание для студентов. Это тоже неверно. В здание для студентов пойдут только те, кто подал заявку на приготовление традиционного чая. Правильный ответ номер два. Сегодня на лекции аудирования мы с вами попрактиковались в ответе на вопрос, о чем думает женщина. Чтобы правильно определить, о чем думает собеседник, нужно внимательно отнестись к его или ее словам. Сегодня на лекции чтения у нас были разнообразные задания. Мы находили правильный смысл текста из данных нам вариантов по ключевым словам, дополняли текст словами и даже перевели имейл для студентов. Хоть задания были разными, во всех заданиях важно было определить ключевые слова, чтобы правильно ответить на заданные вопросы. Спасибо и всего хорошего!